Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. И сегодня мы поговорим о той ситуации, которая сложилась после того, как, к сожалению, коронавирус пришел к нам. К нам, в нашу страну. Но, тем не менее, работа продолжается на самых разных участках. И, конечно же, прежде всего, людей касаются те вопросы, которые сейчас связаны с нашим бытом. Потому что жизнь наша слегка, мягко говоря, изменилась. Как все будет продолжаться дальше, какова ситуация сейчас с точки зрения нашей жизни, наших многоквартирных подъездов, просто подъездов наших домов и всего того, что называется «Жилой фонд городского округа Люберца». Сегодня у нас в гостях генеральный директор управляющей компанией АО «ЛГЖТ» Мамед Кискинович Азизов, депутат Совета депутатов городского округа Люберца. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, насколько изменилась работа после того, как мы перешли на такой этап нашей жизни? Ну, изменения у нас связаны действительно с появлением коронавируса. В чем она выражается? Нагрузка увеличилась. Мы то предприятие, которое не можем себе позволить самоизоляцией, заниматься карантинными делами. Мы работаем в ежедневном режиме. Беспрерывная цепь. Беспрерывная аварийка круглосуточная. Вы же знаете, согласно того решения, которое было принято президентом, мы входим в предприятие, которое занимается жизнеспечением нашего народа. Поэтому мы работаем, как работали даже в усиленном режиме. То есть те люди, которые находятся под вашим подчинением, то есть они работают по плану, который существует? Или как-то он изменился? Добавились какие-то сложности? Сложности добавились, потому что мы ежедневно, согласно тех графикам, которые кажем по дизе, занимаемся дезинфекцией. Я потом расскажу всех элементов, которые сегодня есть, которые мы обязаны делать. Ну а все остальное, как было, так и для нас ничего не меняется. Ну вы занимаетесь почти даже больше половины жилого фонда, многоквартирных домов. И насколько я понимаю, вот я такой вопрос сначала адресовал. Мы когда услышали, что будет дезинфекция, да, ну представьте себе, что в каждый подъезд должны прийти, и не просто прийти, да, там, попшикать, как у нас говорят, а провести нормальную дезинфекцию. Откуда вы берете людей, откуда берутся все эти дезинфицирующие средства, тем более, что на каком-то этапе, да, они вообще исчезли, я имею в виду, ну, из розничной продажи. Как это происходит, и кто за этим следит? Ну, конечно, следую. Я сам лично, и у меня есть непосредственно заместитель, который курил эти вопросы. Ну, вы знаете, мы успели, мы как почувствовали, мы успели закупить не по тем бешеным ценам, которые, вы помните, в начале были. Мы закупили, успели закупить. Банально купили в начале, чтобы не было ажиотажа, чистый спирт. Слава богу, его было в достатке. Но потом купили то, что должны купить, согласно тех сертификатов. Мы успели, и ежедневно мы этим занимаемся с утра до вечера, согласно тех графиков, повторюсь еще раз, которые висит на каждом подъезде. Мы этой графикой согласовали старше по подъезду, старше по домам. Люди знают, поэтому люди те же, дополнительных людей нету. Деньги те же, дополнительных людей, денег мы ни с кого не берем. Квартплаты люди получили платежные документы. Мы все это пока делаем, надеюсь, сможем. Ну, а квартплате мы сейчас поговорим. За счет прибыли предприятия. За счет, понятно. Еще вот такой вопрос. Вот эта дезинфекция, насколько она безопасна для людей, я имею в виду, которые передвигаются по подъезду, заходят в лифт, и для животных, которые люди выгуливают? Вы знаете, насчет животных я не скажу, потому что животные имеют свой характер. Люди, которые понимают, что надо держаться за перилу, мы там дезинфицируем, кнопку лифта, почтовые ящики, все те поверхности, которые человек интуитивно должен дотронуться, мы везде проводим дезинфекцию. Как вы сказали, и попшикаем, и иногда и тряпкой проходим там, где невозможно. Вплоть до радиатора, который тоже люди имеют привычку трогать. Мы тоже, вот все элементы, которые есть у людей привычки дотрагиваться, мы все элементы дезинфицируем. А сотрудники, которые это делают, они защищены как-то от вот... Конечно, самое главное, вы же понимаете, мы же делаем это для людей. А эти люди, которые на нас работают, для нас еще, я уже извиняюсь, куда без них. Конечно, у них есть специальные костюмы, специальные средства защиты индивидуальные. Все наши действия, они регламентируют теми документами, которые к нам спустили с горжинной инспекции, с министерства жидко-коммунального хозяйства, с нашей администрации, да просто с тех надзорных органов, которые уже нас проверяют. Ну, давайте теперь поговорим о самих квартирах. Сразу же первый вопрос о квартплате на сегодняшний день, когда люди получают всевозможные уведомления о том, что нужно платить и так далее. Как быть? Сразу платить... Ну, понятно, что сейчас, я так понимаю, выйти, прийти в Сберкассу или в другую какую-то кассу прийти заплатить не каждый, наверное, сможет, потому что существует определенное ограничение. Вот как быть с этой квартплатой? Или подождать? Или, может быть, будут какие-то скидки или еще что-то? Или как-то отодвинется это время? Вы знаете, я могу ответить за то, что я могу сказать, за то, что я отвечаю, какие у меня полномочия. Что касается скидок, конечно, не я решаю, их нет. Есть скидки, связанные, ну, убрали капремон на три месяца. Если даже кому-то попало, все равно кто-то три месяца будет соблюдено. Это решение правительства Московской области. То есть нужно посмотреть, убрали или не убрали. Не убрали. Если не убрали, значит, следующий месяц уберут. Это не значит, сегодня надо вычеркивать. Все равно три месяца все получат. Это первое. И их не надо будет потом, их вот эти три месяца уже не надо будет платить. Нет, нет, они не вернутся. Они не вернутся. Вот видите, уже хорошо. Да, решение правительства. Второе. Значит, пении не начисляем. Человек может по всякой бывает. Не начисляем. Это второе послабление. Третье послабление. Значит, мы счетчики, которые пришла поверка, их, согласно правительству Российской Федерации, до Нового года поверка не надо делать. Снять им мы заниматься не будем. Мы верим людям, что они, те показания, которые есть, как порядочные люди, сами, как есть, так и до нас доведут. Речь идет о всех счетчиках. О всех счетчиках. И о ВАБДе, и о электронных счетчиках. Ну, электро-электро-счетчиках, да. Поэтому здесь тоже поверка. Что такое поверка? Пришел срок, за нее надо платить, потому что это оплачивать. Надо приглашать человека. Человек должен приехать. Опять же, это дистанция. Специальные фирмы. Да, конечно. Поэтому это второе послабление. Но все касается остальных послаблений. Ну, я не знаю, тут разные слухи ходят. Но до нас, у меня как исполнителя решения правительства и правительства Московской области, пока других решений нет. Поэтому... То есть, кроме отмены трех месяцев оплаты за каждый год и пеней... Поверки. Поверки. Вот эти три основных. Платим. Платим, как платим. А платят сейчас люди или пока нет? У вас есть какая-то информация? Вопрос интереса. Сегодня 30-30 число. Мы уже подвели итог апреля месяца. За март мы получаем. За март, в апреле, за апрель, в мае. 85% сборов сегодня. Впервые за всю историю ЛГЖТ последних 10 лет. Мы подряд получали почти в течение 5 лет 100%-ного. Мы перешли в Мосубл-РЦ. И то показатели были неплохие. Минус 5, уже 85. Я что... Это не просто проценты. Поверьте мне. Это деньги, которые мы недополучили. А что это такое? Вы сейчас вот сказали про дезинфекцию, про виды работ. Если так, тенденция пойдет завтра. Не на что будет покупать. Это правда. Ведь налоги это священный коров. Его надо платить. Все надо платить. Зарплату я не могу не платить людям, которые работают. Но если надеюсь, что наши люди услышат и будут платить квартплату вовремя и в полном объеме, в противном случае нам будет тяжело. Если следующая встреча будет и будет еще меньше, то я буду выглядеть более бледно. Потому что люди требуют и правильно делают. За нами следят и наши жители, и надзорные органы. Мы обязаны и будем делать. Но для этого нужны средства. Ну, правильно я понимаю, что если средств не будет, если будут идти сокращения, оно уже наступило, то те задачи, которые стоят ежедневно, ежеквартально, еженедельно, они просто будут невыполнимы. И в связи с этим вопрос, как сегодня работает программа по подъездам, все то, что было до коронавирусной жизни? Или вам от чего-то пришлось отказаться? Да, есть понятие ремонта лишних клеток, подъезда, как вы сказали. Мы его приостановили. Потому что есть решение тоже, мы его приостановили. Но у нас масса других работ. Но люди не стояли. Объясню, чем занимались. Занимались покраской цоколей. Это же на улице, тут тоже план. Людям надо зарплату отрабатывать. Мы красили согласно решению областного правительства, Министерства благоустройства, заборчики, которые у нас есть, тоже надо. Бордюры красили, тоже надо. Люди не стояли. Из лестших клеток мы вышли на улицу. Тем более, вы знаете, должны были быть в апреле, субботники. Если и голова сказал, и вы видите, что город чистый, город прибранный. Мы теми людьми задачи переориентировали на более... Короче, вышли на улицу. Люди те же работают. Просто другим видом работ занимаемся. А вот как согласуются задачи, поставленные руководством по поводу дистанции и прочего? То есть работники ваши, которые имеют в виду уборщики, которые занимаются дворовыми территориями, теми же подъездами, вокруг подъезда и так далее. Насколько... Потому что всегда есть жалобы. Где-то что-то недоубрали, где-то, может быть, покрасили. И, кстати, красят ли сейчас. И забыли повесить надпись «окрашено». Вот как-то вы инструктируете по-другому уборщиков, дворников? Какая проходит в этом плане работа? Конечно. Если я как депутат, как человек, как генеральный директор обращаюсь просто людям, жителям, пожалуйста, соблюдайте. Ну, конечно, своим сотрудникам мы не просто говорим в данной ситуации. Я должен еще обеспечить всем необходимым, чтобы не просто была сказка, сказано и все. Мы обеспечиваем всем необходимым. И не дай бог, если человека мы проверяем, нас проверяет, не будет полностью вот то, что вы сказали, средства индивидуальной защиты, мы просто его уберем с работы. Дадим другую работу или пусть идет домой, чтобы не создавать нам проблем. А вы контролируете, как дворники сейчас занимаются своей работой? Почему? Потому что, ну, повезло с точки зрения, что зима все-таки была не суровая в этом году. Да, ее фактически-то и не было. Но, тем не менее, насколько грязным была территория вот после того, как, ну, и коронавирус пришел, и окончательно окончилась зима. Вы судите право. Ну, я повторюсь, да, может быть, расслабленные дворники работали. Ну, город чистый, поверьте, ну, наша территория в этом случае. Ну, вот видите, другая беда пришла. Все, что они как бы расслабленным в виде, может, зимой и работали, сейчас они работают в 3-4, чуть не... Отрабатывают. Отрабатывают. Господь, как говорится, дал там, но да, лучше не дал бы. Лучше и снега было бы меньше, как было. Может, и снега достаточно было бы, но лучей-то заразы не было. Поэтому, ну, люди сегодня, вот поверьте мне, работают в полную силу, полный муж. Им очень тяжело, но мы поддерживаем. А сигналы приходят, как вы на них реагируете? Да, конечно, но не то, что сигналы. Я всегда говорю, сегодня 21 век, и человек, сегодня же все дома, в основном. Из окна все видно. И есть такие художества, я получаю видео о том, что занимаются некоторые наши подрядные организации ерундой. Я мягко скажу, делать видимость. Мы их поймали, мы их наказали. Я снял с этой подрядной организации «Энну сумму денег». Но, надеюсь, и обращаюсь к нашим жителям, если вы что-то подобное увидите... А что они делали? Ну, как вы знаете, в соцсетях показывают, кто-то фотографирует, кто-то якобы делает. На самом деле ничего не делалось. Это была одна детская площадка, мы жестко наказали. Если цена вопроса там была 2 рубля, допустим, я наказал на 22. В разы больше. И, надеюсь, руководитель данного предприятия и других предприятий больше шалить не будет. А контакты у вас с этими руководителями сейчас постоянно, ежедневно? Конечно, у нас есть договорные отношения. А потом, я уже извиняюсь, у меня есть право не заплатить. Люди же нам платят по подрядному договору. Накажу. Зачем это все? Вы как посредник выступаете между людьми и этими организациями. Конечно, конечно. Ну, сейчас сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. Как вы понимаете, вопросов очень много. И дождитесь. Продолжается программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня у нас в гостях генеральный директор управляющей компании АО ЛГЖТ Мамед Кискинович Азизов. И вот сейчас давайте поговорим все-таки о средствах, о денежках. Потому что все-таки люди находятся на самоизоляции. Я так понимаю, что не все кассы, где люди могли прийти, потому что кто-то любит приходить в кассу платить, кто-то любит в онлайном режиме, кто-то не очень еще умеет пользоваться интернетом. Как вот эта сейчас ситуация у вас разруливается, говоря простым языком? Спасибо за вопрос. Для нас это очень актуально. Впереди праздничные дни. Мы единый платеж документы раздали вчера последние. Впереди праздники. Значит, мной принято решение какое. Вы знаете, в связи с переходом МЛГРЦ были у нас кассы, они были закрыты. Не все банки работают в должном виде. Паштовая связь. Мною принято решение, вчерашний день во всех ЖУ будет работать кассы. И будет работать все выходные дни. Убедительный просмот. Я обращаюсь к нашим жителям. Прийти с 9 до 17.00. Прийти, кроме 9 мая, естественно, кашуство. И первого. Да, и первого будем работать. Будете работать первого? Дело в том, что... Ну, день трудящихся. День трудящихся. Вот трудящихся, пусть придут, да, и потрудятся. Это тоже определенный труд. Демонстрации нет, пусть ходу ЖУ придут. Вот как-то обстановка смеет. Так вот, у нас, вы правильно сказали, три категории людей, которые могут и должны платить. Могут. Первый, это, как вы сказали, которые идут в кассу. Вот я уже обратился во всех ЖУ с 9 до 17. Пожалуйста, приходите, будут люди. А там где-то будет написано, куда пройти или... Написано, по телевизору, по нашим телевидениям будет бегущая строка. Спасибо телевидению, пошел навстречу в газетах. Будет везде. Все возможными... Способами. Способами мы довели информацию и будем доводить. На сайте, на нашем. Значит, приходите и платите, и мы работаем. Второй, это личный кабинет, так называемый. Кто в кассу приходит? Ну, люди, которые не пользуются такими средствами связи 21 века. Это тоже люди, обращаясь, пожалуйста, оплачивайте, это удобно. И приходите. Что касается касс, мной принято решение, мы процент за нашу деятельность, содержание жила, платить, брать не будем. Это тоже хоть какое-то послабление, пожалуйста, приходите. То есть это ваша, как бы, такая инициатива? Да, ну, надо как людей как-то поддержать. И последнее, третье, это маломобильные, которые могут платить, но нету ни личного кабинета, но, естественно, не могут дойти. Малоподвижные, маломобильные. Для них, спасибо нашему Управлению социальной защиты, придумали так называемые, уже есть желающие, мы мобильной кассой идем с волонтерами, сами нет. Да, мы идем. Волонтер занимается своей деятельностью, там, помощь какая-то, продуктовый набор. И мы даем кефитацию, они оплачивают. Мы набиваем мобильную кассу. Вот это, кстати, очень интересная история. Да, уже заявки есть. Потому что эти многие воспользуются. Да, да. Ну, это вот, спасибо. Вот, и Управление социальной защиты, мы с ним совместно принятое решение. Желаю, что есть. И, пожалуйста, звоните, мы придем, и, чтобы вам удобно было, заплатите на месте, прямо у порога своей квартиры. Малин Кискинович, я хочу, чтобы вы еще раз обратили внимание всех наших телезрителей на тот момент. Еще раз говорю, у многих сложилось такое ощущение, что когда-то настанет время, летом, может быть, осенью, когда скажут, ну, ладно, вы за март-апрель не будете платить. Ну, какое-то решение такое примет. Но такого же решения не планируется. То есть все равно придется платить. Так лучше платить сейчас, вовремя, как это было раньше, чем откладывать это на другой период, который мы еще не знаем, как он закончится. Правильно я понимаю? Абсолютно правильно говорить. Ну, нету и невозможно это. Поймите, я не думаю, что у какого-то государства, повторюсь, столько денег, что платит квартплату за весь народ. Я вам назову цифры. У нас, допустим, наш местный бюджет, да, я как депутат знаю, 10 миллиардов. Квартплата собираем ежемесячно по всему углу. 700 миллионов. 700 умножаем на 12, если на 12, 8 миллиардов. А остальные зарплаты учителей, все остальные, так сейчас за что, чего? Это невозможно. Наверное, все бюджеты такие. Поэтому никаких в этом, я по ослаблению уже сказал, убедительная просьба. Не ждите. Сегодня, допустим, 5 тысяч, 7. Завтра будет 10-14. Послезавтра будет 15-20. И что? Что мы доказали? Ничего. Шарик, она будет идти, и будет неприятность. А судебные дела, судебные приставы, эти процессы не остановлю. Они работают. Есть закон, есть законник. Его надо исполнять. Поэтому вот резюме этого фрагмента нашей программы, самое основное, я сейчас хочу обратиться ко всем нашим телезрителям, что вот на сегодняшний день, как мы выяснили, и вы знаете, да, что 3 месяца отменена плата за капитальный ремонт, только одна позиция, и пеня не начисляется. Но платить нужно. То есть если у вас пришел счет, условно говоря, на 3 тысячи рублей, и вы платили всегда, то есть не надо ждать, что он куда-то растворится или исчезнет. Поймите, потому что потом... Она в комом будет. Да, еще важно понимать, что непонятно, когда мы выйдем уже на нормальный этап, когда все будет работать, когда в конце концов вы будете работать и так далее. Здесь очень такой важный момент. И в связи с этим у меня такой вопрос. Вот вы, работая в городском округе Люберцы, какая сейчас связь на уровне области с вашими коллегами? Происходит какое-то общение, какие-то совещания проводятся? Ну, сейчас у нас все совещания ушло в Zoom, так называемый. Ну да, да, в онлайн-режиме. Да, в виде конференции. В чем проблема-то? Существуют какие-то? Ну, проблема уже, тут, как говорится, не до проблемы. Надо научиться в жить в трех условиях. Там есть маленькие, иногда звук. А так, для меня, человек, который прожил 6 лет, конечно, живое общение, оно и есть. Я скажу вам, когда я буквально в понедельник впервые применил к своим начальникам, что его служба, вот онлайн-режим, после обеда все ко мне пришли, говорят, мы не можем, мы не привыкли. По одному правду, соблюдая все, мы поговорили, все вопросы решили. Пока непривычны для людей. Ну, глава уже проводит, представитель Совета депутатов Антона Сергея Николаевича, уже проводил, и вчера у нас был Совет депутатов. То есть работа идет? Да, конечно. Не по одному фронту, и с областным правительством, для нас это Министерство жилищно-коммунальных хозяйств, вопросы, которые есть, пользуются WhatsApp, пользуются другими видео, общаемся и решаем вопросы. Ну, работать-то по-любому надо. С нас же никакие функции, задачи не снимаются. Наоборот, в связи с этими делами, они увеличиваются. Ну, вот, возвращаясь к теме субботников, которые, я уж не помню, всю мою жизнь были субботники в апреле, и не один раз, да, они несколько суббот проходили по-разному. Сейчас этого не произошло. И тут еще наложилась другая проблема – работать, не работать. Помните, это в Москве еще начиналось, когда говорили, что делать с теми предприятиями. Красить сейчас дворы, красить детские площадки, что логично, вроде бы, пока людей нет. Вот как с этим работа идет? Как идет озеленение, покраска или не идет? Покраска подъезда приостановлена. Это подъездом? Что касается поверхностности, я уже говорил, забор красим, соколя красим, там, где нужно, бордюры красим, там работу не остановлено. В детской площадке не дотрагиваемся, потому что они у нас в основном, они нового формата. Ну да, они уже давно покрасили. Поэтому там единственное, чтобы туда не ходил. Вы знаете, вот мне один вопрос есть, как у человека, гражданина, который я хочу вот так вот обсудить. Вот смотрите, мы периметры закрываем в детских площадках. Всем скажут, что туда нельзя ходить. Все равно каждый день дезинфицируем то место, куда нельзя ходить. А знаете почему? Все равно ходят. Конечно. Вот никак я не могу понять. Но если сказано, что нельзя ходить, зачем вы отрезаете? Отрезаете. И идут, и все равно ежедневно тратим уйму. У нас их 296 штук. Вот ежедневно тратим массу времени, денег на то, что нельзя. Мне вот это непонятно, хотя прожил жизнь достаточно. Ну, я вам скажу, что, наверное, человеческая натура. Ну, конечно, конечно. Пока они не почувствуют на себе, тем более, что надо обратить внимание, существует статистика по Москве, по Московской области, по регионам России, в том числе и по городскому округу Люберцы. Ну, хорошо, продолжим наш разговор. Какие вы еще ожидаете изменения? И что может ждать плательщиков, клиентов, скажем так, какие-то изменения? Или пока мы существуем в той ситуации, которая есть? Я имею в виду ЛГЖТ в целом. Во-первых, я уже, наверное, мы тоже боимся уже любых изменений. Но их подальше от нас. Еще один такой изменение, которое впервые в жизни в нашей появилось. Мы уже все стали другими. Мы уже и здоровимся другими. Не хочу никаких изменений. Самый тяжелый жить во времена изменений. Раньше говорили, во время перемены, теперь во время изменений. А что касается, повторюсь, нашей детства, мы ничего не меняем. Мы как работали, так и будем работать. Единственная просьба, пожелание к нашим жителям. Я хочу сказать, что у нас, слава Богу, где многоквартирные дома, нигде такого очага не появилось за это время. И слава тебе, Господи. Чтобы мы соблюли элементарные правила, которые есть. Потерпели. И поймите, если еще месяца два такой изоляции, такой жизни, я боюсь, что всем будет тяжело. Поэтому просьба потерпеть, потом выходить. Я не представляю, люди как без работы. Мне, слава Богу, работа такая, я каждый день работаю. Это ужасно. Это тяжело. Но если мы хотим все выйти на работу, потому что потерпите, как говорит правительство, президент, глава, губернатор. Давайте послушаем людей, которые мы сами же выбрали, сами полномочили, сами их просим чего-то. Они нас просят что-то. Давайте эту просьбу выполним. У меня два вопроса еще остаются. Один вопрос такой. Сейчас, находясь дома, естественно, увеличивается нагрузка на все, что связано с нашим ЖКХ. На воду, на свет. Люди пользуются этим. Что-то может выйти из строя. Вот как здесь, на что вы заточены? Если, например, с водопроводом проблема, начнется там утечка какая-то, или, не приведи Господи, со светом где-то, приедут, помогут? Конечно. У нас даже ситуация была, ну, куда? На удаленке невозможно канализацию почистить. Да, вот это точно невозможно. Да, это невозможно. Это, не дай Бог, если кран потечет, труба, слава Богу, труб у нас нет таких. Кран собственного собственника. Поэтому, ну, мы идем, мы все меры защиты, если там ветераны, там максимально стараемся, все эти вещи, не дай Бог. Поэтому, вот недавно был случай на первом этаже, чтобы не беспокоить, там, оказывается, лежачий больной был. Мои придумали, мне довели, что неординарная ситуация, через подвал пришлось вычистить. Вот есть кулибины наши, и, слава Богу, не заходя в квартиры. То есть технология даже. Да, особенно засор бывает, ну, как мы знаем по жизни, на первых этажах, уже сверху кидают. Ну, конечно. Конечно, нагрузка на канализацию увеличилась, на водопровод увеличилась, на электроэнергию, на все увеличилось. Поэтому, ну, таких жалоб и таких возмущений нет, слава Богу, мы вовремя реагируем. Держите ситуацию под контролем. Ну, и последний вопрос, вы депутат, а это депутатов. Вот, как сейчас депутатский корпус работает, продолжается ли работа, хоть и на удаленке, и есть ли обращение какое-то к вам, как к депутатам? Ну, я вам честно скажу, в связи с этим вирусом тогда нагрузка даже увеличилась. Стало быть, те вопросы, которые вы в реальной, нормальной жизни не задавали, не обращались ко мне, как депутат обращается. Я максимально стараюсь их решать. Они разного характера. Говорят сейчас что-то такое. Я не буду, я, в принципе, депутат со стажем, давно уже знаю свои избирателя, поэтому задачи, они не уменьшились. А что касается депутатского корпуса, я вам говорил, мы все заседания проводим, все комиссии проводим, все вопросы и задачи решаем. Ну, и будем надеяться, что рано или поздно все вернутся уже из онлайнового режима в офлайновый режим. Вот, на связи с нами сегодня, вернее, на связи, видите, я уже даже говорю по привычке, на связи. На самом деле, редкий случай, когда мы общаемся вот так вот в живую, соблюдая дистанцию. Соблюдая социальную дистанцию, да. У нас сегодня в гостях был Мамет Кискинович Азизов, генеральный директор управляющей компании АОЛГЖТ, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Спасибо вам за то, что вы пришли, спасибо за то, что успокоили, я думаю, многих наших телезрителей, потому что, ну, есть определенные переживания по поводу того, как это все работает. Оказывается, работает, ничего не приостанавливалось. Ну, а с точки зрения телезрителей, еще раз хочу обратить ваше внимание, мы об этом сегодня много раз говорили, что надо платить по счетам, потому что никто отменять эти счета в ближайшее время уж точно не будет, правильно? Да. Спасибо большое. С вами был Николай Пивненко, это программа «Открытый диалог». Счастливо и будьте здоровы! Счастливо и будьте здоровы!